Илья, что мы сегодня будем ждать на день, в свою погоду? Циклон сместился на Украину, у нас зона холодного фронта с волнами. Ольга Шафранская, синоптик на страже погодных условий, уже 30 лет. Интерес к этой профессии у нее возник еще в школе. Все началось со статьи о леднике Фетченко, случайно найденной в журнале. Затем был профильный университет, несколько лет работы в аэродроме на севере страны и перевод в Крым. Прогнозы пишутся каждые три часа. Это по аэродрому и каждые шесть часов по зоне для малой авиации. Предупреждение пишется по мере необходимости. То есть, если ожидается какие-то опасные явления, тогда пишется предупреждение по аэродрому. Чтобы опасные погодные явления не стали для экипажа неожиданностью, приходится непрерывно изучать данные с радиолокаторов, спутниковых снимков и синоптических карт. Без метеосводки не взлетит и не приземлится ни один самолет. Это, допустим, замерзающие осадки, гололеды. Это летние явления – это грузы, град, шквал. Температуру также прогнозируем для аэродромной службы. Это переход через ноль обязательно для них. Очень важно, потому что они начинают обрабатывать полосу реагентами. Прогноз должен быть точным и оперативным. Важно все направления и скорость ветра, облачность, видимость, возможность осадков. Чтобы полет был безопасным для экипажа и пассажиров, нужно передать метеосводку еще до вылета самолета с аэродрома. Но не все явления можно предугадать. В кабинете синоптиков 4 телефона и громкоговоритель. Иногда погода меняется буквально каждую минуту. Приходится быть на связи 24 на 7. Успеть вовремя обработать полученные данные, передать информацию в службу навигации, а затем еще и внести все в электронные таблицы. На этом перечень обязанностей не заканчивается. Руление Метео-2. Где-то Метео-2. Заня Чарли от закрытого участка до кармана права. Работа метеорологической службы аэропорта выходит далеко за стены кабинетов. На территории несколько площадок для наблюдений и десятки современных приборов. Вдоль взлетно-посадочной полосы установлены интеллектуальные нефилометры, специальные датчики для измерения метеорологической видимости. Всего на территории их 6 по 2 в каждой точке. Эта с виду конструкция напоминает обыкновенный столб с рожками. На самом деле, одна его часть излучает импульс, а вторая его принимает. Таким образом определяют прозрачность атмосферы. Диапазон видимости от 50 метров до 10 километров. Все данные с прибора автоматически переносятся в центральное устройство и передаются на метеодисплей. Там их считывают техники-метеорологи и отправляют в Международный банк данных. В отличие от синоптиков, они ничего не прогнозируют, а наблюдают за фактической погодой. Это метеоплощадка. У нас самый большой объем наблюдений по всей России. Здесь мы наблюдаем за высотой снежного покрова. Это снеговерные реки, их три. Раз, два и там позади три. Там мы можем видеть гололедный станок для наблюдения за гололедно-изморозными явлениями. Здесь у нас планшет для измерения радиационного фона. Делают обход площадки и снимают измерения с приборов в технике-метеорологи каждые три часа. При этом за погодой наблюдают непрерывно. Так что если внезапно пошел снег, дождь или началась гроза, придется снова выходить на проверку и фиксировать фактические изменения. Лететь или не лететь и какое направление выбрать, решение всегда остается за командиром самолета. Но без точного прогноза и рекомендаций синоптиков и метеорологов обойтись невозможно. Безопасность превыше всего, и она под постоянным контролем. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.